Кандидат на пост президента РФ Борис Надеждин пригрозил Кремлю митингами, если его не зарегистрируют в Центральной избирательной комиссии. На встрече со своими сторонниками в Москве он заявил, что будет призывать тех, кто поставил за него подписи, массово подавать заявки на проведение митингов в 150 городах страны. Я, например, я теоретически рассуждаю, могу попросить 200 тысяч человек в стране подать заявку на легальные митинги в 150 городах страны. Надеждин подчеркнул, что у него нет проблем организовать митинги легально. Как сообщает телеканал «Дождь», 31 января в центре Москвы даже перекрыли улицы из-за подачи подписей за Надеждинов ЦИК. Позже стало известно, что он все-таки сдал подписи в поддержку своего выдвижения в ЦИК России. По его словам, он и его команда принесли 105 тысяч подписей – максимально допустимое количество. Отметим, российская оппозиция называет Надеждина единственным антивоенным кандидатом. Политик в своих заявлениях отмечает, что для него неважно, где именно будет проходить границы России. По его словам, это должны решать люди, которые живут на оккупированных РФ территориях. Ранее российские оппозиционеры вышли на акцию протеста с требованием отказать в регистрации на предстоящие президентские выборы действующему президенту РФ Владимиру Путину, который находится у власти более 20 лет. Соответствующее заявление было подано в ЦИК. Компанию против Путина запустило объединение Комитет 2024. Среди причин отказа в регистрации – незаконные поправки в Конституцию, которые дали возможность Путину заново переизбираться, а также незаконно собранные подписи. «В основу нашего заявления были положены зафиксированные в 320 жалобах конкретные факты нарушений, допущенные в 70 регионах страны и свидетельствующие о недействительности более чем 75 тысяч подписей». Однако, несмотря на эти нарушения, ЦИК все же зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента России. «Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно». Президентские выборы в России пройдут в марте этого года. В ночь с 31 января российский Санкт-Петербург атаковали дроны. В разных районах города и области звучали взрывы. БПЛА россияне пытались сбить из комплекса С-400. Это самая мощная система ПВО, находящаяся в арсенале врага. Однако, ущерб не оказался эффективным. Дрон все равно упал на территорию нефтеперерабатывающего завода «Невский мазут», из-за чего там начался пожар. Предприятие находится в центре города, на Глухоозерском шоссе. После падения начали гореть цистерны с жидкостью, пожар якобы быстро потушили. Пострадавших, по данным Росмедиа, нет. Однако, обломки БПЛА повредили машины, стоявшие на территории предприятия. Также известно, что во время атаки БПЛА в местном аэропорту Пулково был введен план «Ковер». С начала 2024 года это уже третий случай, когда беспилотник достиг границ Санкт-Петербурга. Так, 21 января взрывы гремели в разных районах Ленинградской области. Был атакован морской торговый порт, в результате чего загорелся нефтяной терминал в Усть-Луги. Там перерабатывают топливо, которое в частности поставляется и войскам РФ. Его мощность составляет около 7 миллионов тонн газового конденсата в год. А в ночь на 18 января БПЛА упал на территории нефтегазовой компании «Петербургский нефтяной терминал». Тогда взрывы звучали и в других российских областях. В Кремле подтвердили предстоящий визит российского диктатора Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщило пропагандистское издание ТАСС, ссылаясь на помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова. В частности, отмечается, что война в Украине будет одной из основных тем переговоров. Также в турецких СМИ сообщалось, что визит Путина состоится 12 февраля. Однако, по данным источника, эта дата не окончательна. Как сообщает политический эксперт Владимир Воля в статье «Униан», у этого визита есть два ключевых для России смысла. Ведь встреча Эрдогана с Путиным планируется после того, как Турция дала согласие на присоединение Швеции к НАТО, а Соединенные Штаты дали согласие на передачу Турции самолетов F-16. По словам эксперта, таким образом Путин пытается перед президентскими выборами в РФ продемонстрировать, что с внешней политикой у Кремля все хорошо. Кроме того, Путин пытается убедить россиян, что несмотря на тесное отношение с Западом, Турция остается партнером Российской Федерации. Владимир Воля считает, что кроме пропаганды, реальных причин для визита по состоянию на данное время у Путина нет. Напомним, президент РФ должен был посетить Турцию еще в августе прошлого года. Однако визит так и не состоялся. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в РФ. Несмотря на то, что Турция римский статут не ратифицировала, Путин совершать визит побоялся. Кроме того, Путин не совершил визит на саммит БРИКС в Южноафриканскую республику также из-за страха ареста. Окупанты-участники «Шторм-Зет» из Чувашии жалуются, что Министерство обороны их обмануло. Такое видеообращение появилось в российских телеграм-каналах, где они рассказывают, что когда их мобилизовали, то власти давали много обещаний. Но по факту оккупанты из обещанного ничего не получили. Им приходилось безрезультатно оббивать пороги чиновников. Участники «Шторм-Зет» рассказывают, что не получили ни обещанной выплаты, ни компенсации за ранения. Кроме того, губернатор не выплатил им региональные подъемные. «Сейчас мы обращаемся в Министерство труда и военкомат, но нам везде приходят отписки, что якобы мы не можем вам помочь». К жалобам на невыплаты и обман со стороны Минобороны присоединились и ок заключенные из Москвы. «Мы, жители Москвы и Московской области, столкнулись с аналогичными проблемами произвола, невыплаты и неоформления нам денег, зарплат, оформления ветеранов боевых действий». Окупанты жалуются, что когда их приглашали присоединиться к формированиям, то им обещали полные социальные гарантии наравне со всеми участниками СВО. «По факту мы не получили зарплату, мы не можем получить выплаты за ранения, за участие в боевых действиях». До этого на такую же ситуацию жаловались участники «Шторм-Зет» из Орловской области. Бывшие заключенные за вербованные из колонии на войну в Украину пожаловались Путину на обман после возвращения в Российскую Федерацию. Им не начисляют обещанные зарплаты, не выдают удостоверения и не выполняют другие данные им обещания перед отправкой на фронт. «У всех моих ребят, и в том числе у меня, проявляются проблемы с оформлениями всех документов удостоверения ветеранов боевых действий, с оформлением дополнительных социальных гарантий выплаты 3 миллиона». Окупанты также отмечают, что до этого были проблемы с выплатой заработной платы. «Не выполнено обещание в плане боевых выплат, потому что изначально, когда нас приглашали в данное формирование, нам были обещаны заработные платы от 205 тысяч рублей, а в итоге у нас заработная плата была в два раза меньше». Тем временем Центр национального сопротивления, созданный силами специальных операций, сообщает, что большинство заключенных, воевавших против Украины в составе «Шторм-Зет» не получили обещанных от Министерства обороны Российской Федерации выплат, а также документов о снятии судимости. Тем временем мобилизованные хотят, чтобы война закончилась. Об этом заявил военный из Воронежа и отметил, что все хотят мира. «Однозначно мир. Я думаю, этого хотят просто большинство граждан, как мобилизованных, так и немобилизованных. Но мобилизованные хотят этого, я не знаю, примерно в сто раз больше, чем обычный мирный». Мобилизованный россиянин рассказал, что входит в состав штурмового отряда и сейчас находится в отпуске, но скоро будет вынужден возвращаться на фронт. И отвечая на свой же вопрос, хотят ли мобилизованные домой, нужна ли им такая большая зарплата, льготы, военный заявил. «Я думаю, что я буду прав сказать, что нет. Нам не нужны эти 200 тысяч, которых и 200 нет». Также мобилизованный призвал к завершению боевых действий. «Боевые действия надо заканчивать. Их нужно закончить. Хорошо только становится чинушам, которые разворовывают наши природные ресурсы, потому что цены на все растут безбожно, просто опережая скорость вселенной». Россиянин заявил, что ему непонятны действия государства, а мобилизованным нужно говорить о том, что они против войны и они хотят домой к родным и близким. Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский пока что не уволил главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного, это не значит, что он не сделает это в ближайшее время. Возможно, глава государства еще не определился с кандидатурой на эту должность. Об этом пишет заэкономист. По данным издания, якобы накануне Зеленский сообщил Залужному, что планирует отправить его в отставку. При этом предложил ему должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Залужный от этого отказался. По информации журналистов, претендентами на должность Залужного являются два генерала. Командующий сухопутными войсками ВСО Александр Сырский и начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Издание отмечает, что генерал Сырский – один из самых опытных офицеров армии. Он был оперативным мозгом двух великих побед Украины над Россией в 2022 году под Киевом и в Харьковской области. Но якобы его жесткий подход к боевым действиям сделал его непопулярным среди части военных. По данным заэкономист, Буданов использует гораздо более нетрадиционный и непроверенный подход к командованию. Ранее он не руководил обычными вооруженными силами или организацией, похожей на украинскую армию, которая сейчас насчитывает примерно миллион человек. Некоторые источники предполагают, что он отказался от должности в последнюю минуту. Отмечается, что оборона Киева и северо-востока Украины в начале войны сделала генерала Залужного культовой фигурой. В понедельник, 29 января, в СМИ распространилась новость об увольнении Залужного с должности. В частности, журналист Роман Цымбалюк сообщил, что президент Зеленский назначил на место Залужного главу ГУР Кирилла Буданова. Сообщение о якобы увольнении Залужного распространили также народный депутат Виктория Сюмар, бывший народный депутат Борислав Береза и другие. Позже в Минобороны сообщили, что информация о якобы отставке главнокомандующего ВСУ не соответствует действительности. Кабинет министра в 30 января утвердил и внёс в Верховную Раду обновлённый законопроект о мобилизации, как сообщают в Минобороны. Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами. Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимость урегулирования прав военнослужащих и военнообязанных. Основные положения законопроекта были изложены в инфографиках. В соответствии с ними есть шесть принципов, на которых базируется новый документ. На период военного положения определён чёткий период службы, а люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы. Военнослужащие могут отдохнуть, взяв отпуск не менее 15 календарных дней. Обновлять данные можно и онлайн, то есть без визитов ТЦК, а также разрешено переезжать в другой город без разрешения ТЦК. Однако понадобится встать на учёт по новому адресу. Срочная служба отменяется, вместо неё базовая военная подготовка. А сразу после мобилизации на фронт никого не бросят. В течение двух-трёх месяцев будет обязательная военная подготовка. Документом предполагается внести добровольную мобилизацию заключённых. Отменяется срочка от призыва для госслужащих, работников ГБР, Национальной полиции, НАБУ, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, службы судебной охраны и государственной исполнительной службы. Госслужащие подпадают под броню, однако не все – 50% от военнообязанных в определённом органе. Денежное обеспечение в законопроекте определено минимум в 20 тысяч гривен без учёта дополнительного вознаграждения. Оно на период военного положения закладывается от 30 до 100 тысяч гривен. Что касается украинцев за границей, только при наличии военноучётных документов смогут граждане Украины получить консульскую помощь в зарубежных дипучреждениях Украины в условиях военного положения. Речь идёт о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, являющихся призывниками, военнообязанными или резервистами. Исключение – оформление удостоверения личности на возвращение в Украину, консульская помощь его детям, если второй родитель иностранец, оформление наследства и помощь лицам под арестом. Также документам предполагаются внести ограничительные права. Так, по заявлению ТЦК в отношении гражданина могут вводиться следующие лимиты. Ограничение в праве выезда за пределы Украины, ограничение в праве управления транспортными средствами, наложение ареста на денежные средства и другие ценности. В случае невыполнения военнообязанным своих обязанностей, если полиция не может осуществить админзадержание и доставку военнообязанного или резервиста в течение 15 дней в ТЦК, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет ему по почте или в электронной форме требования об исполнении обязанности. Если гражданин за 10 дней не выполнил указанную в требовании обязанность или не явился в ТЦК, а также заграничное депутереждение Украины, тогда ТЦК обращается в суд относительно временного ограничения в праве выезда за пределы Украины, в праве управления авто, наложения ареста на средства. Оформление паспорта и загранпаспорта за пределами Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется при наличии военноучетных документов. Стоит отметить, что документ еще может потерпеть существенные изменения. За законопроект еще предстоит проголосовать в Верховной Раде на ближайшей пленарной неделе в феврале. Напомним, 25 декабря 2023 кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Им предполагалось, в частности, снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и вручение электронных повесток, а также определенные ограничения по уклонению. В парламенте увидели в этом документе недоработки и коррупционные риски. По результатам совещания с участием руководителей парламента и фракции, законопроект о мобилизации решили вернуть на доработку кабинета министров Украины. 11 января кабин отозвал свой законопроект. Музыкант легендарной группы «Машина времени» Юрий Ильченко умер. Сообщается, что его не стало 29 января. Ему было 72 года. По данным российских СМИ, о смерти Ильченко рассказал журналист Владислав Бачуров. Однако он не раскрыл подробностей, как это произошло и по какой причине. Известно, что Юрий Ильченко был солистом ленинградской группы «Мифы», был недолго в составе ленинградской группы «Земляне» и московской группы «Машина времени». Отметим, Ильченко даже жил дома у Андрея Макаревича, когда присоединился к группе «Машина времени», а несколько песен музыкантов входят в репертуар группы. В одном из интервью Ильченко говорил о том, что сейчас существует кризис в музыке и это трагедия. И вот, всё сделано, всё сыграно, а люди продолжают рождаться. Среди них есть таланты, среди них есть гении. А что играть, когда уже всё сыграно? Тем временем коллеги артиста пока не комментируют его смерть. Где и когда Ильченко похоронят, неизвестно. Редактор субтитров А.Семкин